Девочка-пай 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 даже математиков или ездцев, может быть, не все о этом знают, но есть это такая страсть VII веку, походящая из рода Мерровингов, такой валечный, мысливый, который, как говорит легенда, приседал до христианства, когда один день увидел в часе поливания еленя, который в среду своего поража был ясный, светлый крыж. И это был для него сигнал, чтобы прийти до Бога. Так на правде было, этого не знаем, такая легенда. Но, конечно, здесь есть reproduкция некоторого образа. Это образ Косака, который тоже стал намалован, но один из знаний кадров маларских, который можно высшить в лучшей jakoсти, можно увидеть его в интернете. Но, вероятно, мы идем дальше. И так далее. И так далее. Это место в ширшем отдалене, так что лучше это можно найти, потому что здесь тоже появился шлаг чарный, шлаг чарный, бегающий от шкатной, так, которую вы видите в душе, что за деревом, на котором есть установлена, эта каплицка Хуберта. Это шлаг чарный, бегающий от шкатной, и закрета в шкатной, в шкатной, в шкатной. Их, в шкатной, в шкатной. Суку в XIX – такой, который назвал его Лигиц. За форму немецкой, если поправно, то помню. Датует его деятельность на нашем территории, как надлесничество с покривна в летах 1867-1891. И так, как легенда мне говорит, что он был человеком, который очень любил зверица, особенно еленя. И с тем, что он не хотел их забить, не хотел просто отстрелить половую приховку еленя, который в том числе обманывал целый ревир. А что он не хотел этого сделать во время еленя, ну, сделал во время себя самого. Подобно застрелил себя на знак протесту в этой ситуации, в которой не видел, что он мог сделать. И так говорит, что легенда, в котором месте, в покривне, где-то не знаю. Застанавливаю себя, если не улучшить это с pewnой лечницей, которая называется Малепартус. Скорее того, что это тума, как зло место. Может быть, это связано с лечницей, о котором мы тут вспоминали. Но идем дальше. Конечно, это легенды. Те легенды мы находимся в немецких крониках. Ту я почерпнула из одного кроника поближе города, мейшая, с которой сейчас это было малость. А тут я хочу показать вам еще один такой ciekawy мотив, связанный именно с Горами Бестрицкими. Это такая форма злепица, на которой они были отцищены с камеринами в состоянии муссли. Муссли морских. Что-то, что на środке злепия выглядит может не так как плетва, но не менее. В засаде это муссла морская. И пойдем дальше. Конечно, это один из фрагментов, который показывает такие локальные мини-гоуборцы, а этого есть целое множество в Горах Бестрицких. А тут мы видим прекрасно вытрасованную дорогу, тоже в керунку Воларя. Это новый, называемый, новый продукт надлесництва. Я надеюсь, что это, если я не мил, надлесництво Здроје еще. И вот эта дорога в прекрасный способ, подготовлена уже от двух-трех лет, в основном, на штыке Воларя еще праздника праздника, но это реально революционная дорога. В штыке пешо-роворовое, если вы будете иметь время, то практически целый год можно ее поддрожить. Тут я зарегистрировал Лас Буковый. Почему Лас Буковый? Потому что важно вспомнить о том, что на этом месте были хуты шкла. Как некоторые знают, а может не знают, то подповем, что в засаде хуты шкла часто использовали для обробки шкларской, между ними, венгла држевного, который был выполнен из држев листьястых. Тут мы примером таких паћи молодой Буковый, насадзанной совсем недавно, что витач по држеву станет. Когда-то, когда-то в этих местах, в которых мы смотрим, так и на всей земле Клодске, на целом Слёске, была Велка Пушча. В нашем регионе, тут Судетов Вшодних, была так звана Пушча Судецкая, но, нистете, выкинта в пень, уже где-то у ссылки в веке XVIII. Из-за того, также некоторые почтовки, которые мы смотрим часами, показывают нам, по-просто, еще такие велкие, велкие взгорца, засадничо показывающие właśnie olbrимые терены безлещные. Но, нистете, есть это скуток господарки человека, которая через минюне лета была проводена на этом терене и проводила до degradации ласов таких, как те, а тут мы фрагмент такой пресеки в керунку Воларза, тут также фрагменты этих же ласов буковых, которые можем встретить в керунку, идут до Воларза. А тут такой интересный образ, который, может быть, интересует кого-то, такой характеристичный злепенец по правой стороне. Он появляется, właściwie, ту же у шкыту Воларза. Это, myślę, очень интересная скава, потому что она была отслонена на новом в часе будовой этой дороги. В результате, видно, что этот насып по правой стороне достаточно свежий, поэтому эта скава тоже появляется в такой форме навису. Это такой характеристичный злепенец, который, ну, показывает нам структуру. Я может с другой стороны покажу, как он выглядит. Он показывает нам что-то, что было место в тысячах лет в этом месте. И еще раз, инна проекция. А тут даже видимо на шкыту Воларза. Я думаю, что она делает на такой высокой 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 высоты. А тут уже несколько кадров с повроту, с вычезки. Застала мне ночь. Мала авария по дороге. Мала авария по дороге еще не встречала, но все хорошо закончилось. И таким способом достала на обрежье Покривна. Счастливее и в целом, так же повлия с повротом. До встречи в следующей подруге по Зиме Клодской. До встречи в следующей подруге по Зиме Клодской. Субтитры создавал DimaTorzok